Привет! На днях я заходил в гараж за паяльником и чисто случайно заметил старенький дедушкин пылесос. Я взглянул на него и подумал, а почему бы его не сравнить с современным и узнать какой лучше, а какой хуже. Но одними пылесосами сегодня мы не ограничимся и устроим сравнение еще некоторым гаджетом. Итак, перед нами сейчас современный пылесос, похожий наверняка есть в каждой квартире. Выглядит он красиво и действительно по-современному, а провод питания аккуратно спрятан в корпус. При надобности его можно удобно вытянуть и также удобно смотать обратно, нажав на специальную кнопку. Подключаем кабель к сети и включаем пылесос. Он гудит, но не особо сильно, соседям такой шум дискомфорта предоставлять не будет. Мы как раз давно не убирали на студии. Давайте устраним этот бардак. Убирать этим пылесосом удобно, пыль всасывает как надо и ничего не пропускает. Если нужно забраться в труднодоступные места, то можно снять основную насадку и таким образом залезть почти во все щели. Удобно, тут даже нечего сказать. Но давайте посмотрим, чем люди пользовались во время советского союза. Это пылесос фирмы Ракета 7 модели. Он у нас в среднем, но главное, что в рабочем состоянии. Корпус пылесоса реально напоминает какую-то ракету и сделан он из металла. Лишь некоторые элементы пластиковые, такие как ручка, крышка и колесики. Из-за того, что корпус металлический, можем заметить немного коррозии. Пылесос Ракета имел мощность 400 ватт, а современный аж 1800. В то время такое устройство стоило 40 рублей. Как в современном, провод в корпус не спрячешь. Он тут просто-напросто торчит из задней части пылесоса. Да и не особо много тут этого провода. Втыкаем вилку в розетку и включаем пылесос. После того, как он заработал, пылесос стал соответствовать своему названию. Гудит реально как ракета. Мда, шумит знатно, но тянет вроде бы неплохо. Давайте попробуем им убраться. Пыль тянет очень хорошо и крупные частицы мусора тоже не оставляет. Правда этот провод постоянно путается под пылесосом и только мешает убирать. После уборки нужно открыть эти защелки и снять крышку. Под ней находится мешочек, в котором и скапливается весь мусор. Он тут лишний, поэтому выбросим его. Ракета обладает прикольной функцией, реверсом. Чтобы им воспользоваться, нужно открутить шланг и прикрутить его уже с другой стороны. Теперь, если включить пылесос, то он не будет всасывать, а дуть. Таким образом можно прочистить самый главный пылесборник в доме, клавиатуру. Струя воздуха очень мощная, аж кнопочки прижимаются. Прикольно. В современном такого нет. В целом, советское устройство проявило себя достойно и справилось с поставленной задачей. Но такие минусы, как шум, не имение возможности спрятать провод, дизайн, перекрывает все плюсы. После чистки клавиатуры, мне аж захотелось за комп, во что-то поиграть. Совсем недавно прикупил Red Dead Redemption и активно его прохожу. Игруха не из дешевых, но я знаю, где можно купить ее в 3, а то и больше раз дешевле. Заходим в браузер и в поисковике пишем lol steam market. Заходим на сайт и ищем интересующую нас игру. Выбираем самые выгодные предложения и осуществляем покупку. На lol steam маркете ты сможешь найти практически любую игруху. Ну а если ты конкретный жлоб и не хочешь тратиться вообще, то советую заглянуть на форум в раздел халява. Тут частенько проходят розыгрыши на стим ключи, скины и прочее. Переходи по ссылке в описании, посещай форум и участвуй. Следующий гаджет тоже частенько применяется в быту, а если быть точнее на кухне и это миксер. Его мы будем сравнивать с вот этим. Для начала взглянем на современный миксер. Выглядит он обычно, а вот советский как будто прилетел из каменного века. Чтобы он работал нужно вращать вот эту ручку. Современный миксер как ни странно работает от сети и имеет несколько режимов мощности. На советском мощность можно регулировать только вручную, так сказать. Давайте устроим испытания для наших миксеров. Для теста мы задумались взбить пену для безе, отделили белок от желтка, добавили в него сахар, запустили таймер и начали взбивать. Для начала современным миксером постепенно яичный белок превращается в плотную пену. Справились мы за 3 минуты 22 секунды, очень даже быстро, а в итоге вышло то что надо. Давайте сделаем все тоже самое только уже с советским миксером. Запускаем таймер и крутим. Тоже вроде бы справляется, но гораздо медленней. После 5 минут вращения этой ручки моя рука начала отваливаться, но тем не менее я справился в этот раз почти за 10 минут, а это в три раза дольше, чем современным. Но несмотря на это у советского есть плюсы, например им можно работать при отсутствии электроэнергии. Плюс он не такой шумный, трещит, гудит, но не так сильно как современный. А так больше плюсов нету и я считаю что современный будет все таки получше. А как считаете вы? Ну а мы наелали безешек, перекусили и можем переходить к следующему гаджету. Напоследок мы откопали советский фонарик, который работает от батареек. Во времена СССР для людей это казалось нереальной инновацией, как в наше время новый айфон. Тогда такое устройство стоило 3 рубля 50 копеек. Его мы будем сравнивать с вот таким современным китайским фонариком. Для начала давайте оценим внешний вид устройств. Современный фонарик выглядит отлично, советский от него не сильно отстает, но все-таки чуточку хуже. Первый сделан из металла, а советское устройство из пластика. Если открутить эту черную крышечку на современном фонарике, то можем видеть место под аккумулятор типа 18650. Такой у нас как раз был. А советский гаджет работает от батареек типа D. Обошлись они нам в два раза дороже, чем сам фонарик. Ну ладно, устанавливаем их на свое место и закручиваем крышку. Работает. Правда после установки батареек фонарь стал весить как кирпич. В нем кстати установлена крохотная лампочка накаливания, а в современном уже светодиод. Давайте затестируем фонарики в деле. Новый светит хорошо, приятным белым светом. Правда луч слишком сконцентрирован, и большую область им не осветишь, но за счет этого добивает он далеко. Из-за того что фонарик маленький и можно забраться в узкие места и подсветить что-то при надобности. Помимо этого на современном фонарике есть еще мерцающий режим. Такой может пригодиться если вы где-то в походе потерялись и вам нужно привлечь внимание. В целом неплохо, но как себя проявит советский? Светит он уже желтым светом и освещает как по мне тусклее, но из-за большого рассеивателя площадь освещения получается побольше чем у современного, а вот дальность уже послабее. Оба фонарика проявили себя хорошо, но давайте узнаем какого хватит на дольше. Включаем их и оставляем на ускоренную съемку. Современный спустя 3 часа начал тухнуть, а через 7 часов полностью потух, а советский еще долгое время продолжал светить. Все таки три большие батарейки делают свое, но думаю что оба фонарика честно заслуживает ничью, ведь у каждого достаточно плюсов и минусов. Ребят напишите в комментариях какие гаджеты сравнить нам в следующий раз, а также советую к просмотру один из роликов которые у вас сейчас на экране.